МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Здравствуйте! В эфире программа «Под куполом». Все о цирке. Даник, у нас есть очередное задание редакции. Ты записываешь? Да, записываю, Женя Легуна. Нам сегодня предстоит познакомить зрителей с самой необычной клоунской семьей казахского цирка. Это семья Джумагалиевых. Они не только клоуны, но и дрессировщики. Кошки под их руководством исполняют уникальные трюки. Только не кошки. Ну, Женя Олеговна. А еще нам предстоит узнать, когда в Казахстане появился жанр дрессуры. Женя Олеговна, ну, может быть, я в архиве пригожусь. Что? Ну, у меня аллергия на кошек. Даник, я тебе сочувствую, но я уже договорилась о встрече с экспертом, который расскажет нам об истории казахского цирка и о жанре дрессуры. А я снова иду в цирк. Еще и кошкам. Это несерьезно. Женя Олеговна, может быть, архив. Даник, в архив сегодня никто не идет. Я назначила встречу эксперту в другом месте. В каком? В надежном. А тебя сегодня ждет, Даник, необычный день. Ты побываешь не только в цирке, но и в гостях у наших героев, где тебя ждет сюрприз. Уже страшно. Женя Олеговна. Удачи! Клоунада. Клоунада. Марат Джамагалиев, Валерий Мусин, Кудайберген Касымджанов, Владимир Карпов. Вас ждет, друзья, земля чудес. Садитесь в скоростной их свет. На Жигури, на вертолет, на трактор и на Виттихо. Елизавета и Мурад Джамагалиевы. Известные номера. Клоунский дуэт Мурик и Лизаня и Забавные кошки. Участники Международного фестиваля цирковой дрессуры в Китае 2003 год и Международного фестиваля клоунады в 2011 году. Елизавета Джамагалиева. Стаж работы в цирке более 40 лет. Жанры. Воздушная гимнастика, эквилибр, дрессура, клоунада. Мурад Джамагалиев. Стаж работы в цирке более 40 лет. Клоун, режиссер цирка, закончил ГИТИС по специальности режиссура цирка. Обладатель приза зрительских симпатий на Международном фестивале юмора в Праге. Двое детей. Алия и Тимур. Пять внуков. Мурад и Лиза пригласили меня в цирк на репетицию номера Забавные кошки. Впервые этот номер представил нас у зрителей 30 июня 1993 года в новой программе Волшебная юрта. Уже в эпоху независимого Казахстана. Режиссером стал Мурад Джамагалиев. А теперь давайте поторопимся, пока все кошки не разбежались. Мурад, а могу я поучаствовать в каком-нибудь из ваших номеров? Кошек не боитесь? Ну, если не хищный, не боюсь. Становимся вот так вот буквой ЗЮ. Так, пожалуйста, прошу сохранять спокойствие. Трюк очень серьезный. Опа! Сегодня мы поговорим с заведующим цирковым отделением Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Елибекова и режиссером Казахстого государственного цирка Николаем Андреевичем Маркиным. Здравствуйте, Николай Андреевич! Здравствуйте, Женечка! И мы с вами находимся в Центральном парке культуры и отдыха города Алматы. Николай Андреевич, скажите, а почему вы здесь сегодня именно встретились? Ну, это вообще-то символично. Когда не было нашего стационарного цирка в Алматы, все представления цирковые приходили вот здесь, в этом прекрасном парке. Николай Андреевич, а что, артисты выступали прямо здесь, на улице? Нет, конечно. Женечка, это долгий разговор, много рассказывает. Ты сядь мне, пожалуйста. Спасибо. С большим успехом в Алматы проходили гастроли артистов узбекского цирка. Появление на арене Акрама Юсупова всегда сопровождалось улыбками зрителей. Конечно, это не на улице артисты здесь выступали, а здесь устанавливали шапито, и артисты работали. Но, естественно, на улицу выходили артисты, у нас называется кавалькада, показывали разных животных. Аншлаги собирали в то время? Только аншлаги. Даже, чтобы купить билет, устраивалась очередь большая. Гастроли артистов узбекского цирка, посвященные 40-летию советского Казахстана, стали настоящим праздником для алмадинских поклонников арены смелых. Чтобы узнать историю семьи Джумагалиевых, я напросился к ним в гости. Ну вот мы и пришли домой, к Мурату и Лизе Джумагалиевым. Мне очень интересно, что у них там. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Добро пожаловать. Спасибо большое. У вас тут прям целая коллекция, как в музее. Покажете, что у вас здесь. Вот тут фотографии, они... Это наша история. Вот если говорить о начале нашей клоунской работы, пройдемте сюда. Вот здесь мы такие юные. Это только вот наши первые поиски образа для Лизы. Здесь, если говорить, вот это... Талматинский сразу. Да, это наш любимый цирк. Это дети циркового коллектива «Земля чудеса». Это было 79-й год, наверное. Вот это наш, собственно говоря, коллектив «Земля чудеса». Это гастроли в Москве. В момент парада. Тоже в 79-м году. Это парад, такой целина был, посвященный 25-летию освоения целинных и залежных змеи. Вот это тоже интересная фотография. Это казахские клоуны. Казбек Коржумбаев, Карамса Акакишев. У нас была реприза, называлась «Гостеприимный Казахстан». Садись, садись, садись на ту, не прилетай на лату! ДРЯСУР Давайте поговорим о жанре дрессуры. Когда он появился, что это за жанр? Мы знаем, что она... Ее владели китайцы в Риме, в Италии, в Греции, мы знаем, в Византии. Если взять наш советский период, то знаменитые дрессировщики, братья Дуровы. Нельзя выделить животное, которое бы они не дрессировали. И свиньи были, и зайцы были, и бегемоты были, ну, разные, слоны были. Цирковая дрессировка – метод, применяемый к животным для их выступлений в цирке. Основа дрессировки – подкрепление желаемого результата с помощью угощения. Цирковая дрессировка не приемлет насильственного, грубого и принудительного воздействия на подопечного. А сейчас, если хотите, вот вы сейчас поучаствовали с кошками, а сейчас я вас превращу в дрессировщика собак. Ух ты! Договорились? Давайте. Так, пожалуйста, дайте кольцо. Значит так, держите кольцо. Ага. Филя? Филя? Барьер. Филя? Кольцо, кольцо. Хорошо. Еще раз, кольцо. Бравушки, Филя, молодец. Так, а теперь сам, самостоятельно. Так. Хорошо. Филя, кольцо. Филя. Кольцо. Филя, кольцо. Браво. Кольцо. Хорошо. Молодец. Браво. Филя. Мурат, я вот слышал, что у вас целая коллекция клоунов, из которых вы собираете, которых вам дарят, возможно. Опять же, небольшая коллекция есть. Так, это вот там. Та-дам! Фарфары. С какого клоуна вообще все началось? С самой первой? Ну, это интересный вопрос. Сейчас. Вот он. Вот он. Вот, посмотрите, какой он. Тепленький такой, войлочный. Вот. Вот с него все и началось. А как он у вас появился? Ну, вы знаете, мы купили его как игрушку детям. А потом я так посмотрел, тут уже как бы и голова начала отваливаться, дети маленькие. И я так раз, я думаю, вот надо будет. И Лиза говорит, а давай собирать клоунов. А самый первый момент, когда вы вышли на сцену, видели зрителя. Когда это было? Это не то, что помню, как говорил Жанецкий, забыть не могу. Произошло это в 1974 году в городе Курск. Тогда сокурсники Мурата выступали с репризой, где на манеж выкатывалась коляска, и клоуны спрашивали у всех, чей ребенок? Ребята говорят, а давай ты туда залезешь. Меня, значит, быстренько заграммировали, надели эту ночную рубашку, я туда влез, и вот я в нужный момент там начал храпеть, качаться, вывалился. Яркий свет, я ничего не вижу. Я каким-то там дурацким голосом пропищал, гостиниц, свет здесь, поспать не даю. Зритель хохочет, и я иду совершенно в другую сторону. Инспектор Манежев стоит вот так. Я иду точно на него. Он, значит, пропустил меня, я вышел, с меня пот течет. Я говорю, вот это да. Сейчас мы находимся в зоопарке, и я так понимаю, снова не случайно? Конечно, не случайно. Николай Андреевич, а почему именно к этому вольеру вы меня привели? Беркут всегда сопровождал в степи кочевников, это они охотились. То есть получается, что беркут был первым животным, первой птицей, которую приручили казахи, кочевники? Естественно. Искусство дрессуры было известно казахам с давних времен. Беркут – крупная птица. Размах его крыльев превышает 2 метра, а вес доходит до 6 килограммов. Он привык вольно парить в небесах, и приручение беркута требует особой сноровки, труда, любви и терпения. Профессия дрессировщика вольной птицы называется беркучи. Николай Андреевич, а во время становления казахского цирка кто был первым дрессировщиком, кто занимался становлением этого жанра? Становление этого жанра, это самое, естественно, как бы учителем, это и становление, это Гутовский Александр Федорович. Он долгое время работал в Москве, у знаменитой дрессировщика Буслаева. Александр Гутовский создал уникальный номер «Пирамида с хищными животными». 10 лет он выступал в Алматинском зоопарке. И когда уже организовался казахский цирк, коллектив, который выпустился в 70-м году в Саратове, и его пригласили, значит, сделать номер с животными, необычными животными. Это очень интересное было, такой номер построен, назывался «Караван на привале». Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо... Мурат, ну вот как ведется отбор питомцев? Они, конечно, сами не приходят, нам их приносят, где-то встречаешь на улице. С маленького возраста, котятами. Кошки талантливые существа. Но приучить кошку, чтобы она не боялась света, не боялась звука, не боялась... 2000 зрителей на неё смотрят. Вот это в этом и есть сложность. А сколько у вас сейчас питомцев? Сейчас у нас 12 кошек, одна собака. А вот на выступлениях, то есть бывает такое, что кошки, ну или собаки, да, не хотят выступать, капризничают? Но бывает, что, как любое животное, как человек, не домогает, допустим, кошка, да, и поэтому у неё, ну, будем считать, что нет настроения, да, хотя бы так. Но тут у нас есть система дублёров. Поэтому даже если во время выступления, во время нашей работы животное не идёт на трюк, мы тут же его меняем, незаметно для зрителей у нас идёт сразу дублёк. Во время выступления бывают ли какие-нибудь форс-мажоры, я не знаю, возможно, кто-нибудь из ваших подопечных травму получал, но всё-таки это работа. Нет, слава богу, бог милого, но форс-мажор, вот я бы просто отметил, очень наши дети, которые приходят в сыр, очень любят баловаться лазерными указками. И вот это вот всё очень и очень мешает работе животных. Животное, вот если оно испугалось и начинает воспринимать манеж как место опасности, оно никогда уже не пойдёт выступать. Правда, что вы не любите, когда вас называют дрессировщиками? Дрессировщик – это некий человек с большим хлыстом. А кошка, ну какая может быть дрессура? Просто нужно найти взаимопонимание, ты их любишь, они тебя любят, и всё. Кого Гудковский выбрал себе в ученице? Своей, как бы, первой дрессировщицей выбрал Шалпан Кожон-Веревиеву. Аттракцион «Караван на привале» стал одним из лучших номеров казахского цирка. А Шалпан Кожон-Веревиева, которая осуществила задумку Александра Гутовского, была удостоена звания заслуженной артистки Казахской ССР. Дрессировать животных может каждый артист? Или это нужно стержень какой-то иметь? Нет, это не каждый артист. Во-первых, для того, чтобы дрессировать, нужно любить животных. Любить, и животное это чувствует, это чувствует на расстоянии, кто к ним как относится. Коллекционирование клоунов начала Лиза. Лиза вас во всём поддерживает, всегда, всегда вместе с вами любые идеи поддерживает Лизу. А Лизе нужно говорить стихами. Это такой человек, это фундамент нашей семьи. Это мой железный тыл. Это моя партнёрша, великолепная партнёрша. Профессионал высочайшей пробы. Но всё-таки до встречи с Муратом вы были воздушной гимнасткой. Как бы я начинала в Москве, когда мы с Муратом познакомились, на тот момент я два номера готовила для молдавского коллектива воздушная гимнастка, кольцо и так далее. И второй номер у меня был. У нас было четыре девочки и на четырёхметровой высоте четыре лестницы на пестале, который вращался. И мы там эквилибры выполняли на поверх лестниц, на кубик. В 1990 году Лизе и Мурату пришлось уволиться из цирка. Развал Советского Союза внёс свои коррективы в жизнь наших героев. Они решают работать на себя. Давать представления в детских садах и школах. Именно в то время им и подарили двух котят, с которых и началась новая жизнь артистов. Для меня это, конечно, было очень страшно и тяжело. И вообще мне легче было воздух отработать три раза, чем один раз выйти в Монеж, потому что труд настолько сложный, тяжёлый. И для меня так это просто жуть было. Но нет ничего невозможного. И уже через два года Лиза и Мурат возвращаются в родной цирк в новом амплуа. Сейчас я с удовольствием работаю, причём я настолько энергетически пополняюсь зрителю, когда вот вижу вот улыбающиеся лица или вот что-то там, какая-то колючка, которую мы там что-то чем-то размешили зрители, настолько меня это вдохновляет и наоборот придаёт силу уверенности, что я, допустим, если мы стараемся отдать свою энергетику своим позитивам, то эту же энергетику мы получаем от зрителей. Слушайте, ну здорово. Я как в массажный салон попал, на меня прям помяли всего, хорошо? Мурат, вот что сейчас будет? Потому что я вот запах керосины чувствую. Что за трюк? Там не только керосин, у вас хороший нюх. Там спирт. Даже спирт, да? Вот я почувствовал. Вот смотрите, этот трюк является уникальным трюком для исполнения кошки. Обычно, ну, тигры крупные, кошачьи прыгают в кольцо. То есть кольцо зажигается, и кошка прыгает в кольцо. Кошки, ну, как вы знаете, все животные боятся огня. Поэтому долго мы искали такую кошку, которая приучится. И вот она у нас это... Что я могу вам доверить в этом трюке? Не даже доверяюсь. Зажечь кольцо. Так. Вязание, давай этого. Ну, давайте попробуем. Начинаем? Просто поджечь, да? Мурат, спасибо большое вам. Действительно, прекрасно провел время. Столько позитива, столько эмоций. И желаю вам всего наилучшего, чтобы у вас... Опа, давай вот так вот. Чтобы у вас было побольше подопечных, чтобы все они вас слушали, чтобы вы собирали действительно полный зал. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Удачи. Всего доброго. Даник, рассказывай. Ну, я сегодня получил колоссальное удовольствие. Я побывал в цирке и в гостях. А еще я узнал, что заставить кошку что-то сделать невозможно. Любовь и ласка. Вот ключ к успеху дрессировки. А я узнала, что Беркучей можно считать первыми дрессировщиками в казахской степи. А еще у Марата Джумагарива 60 фигурок клоунов. Я был впечатлен. А еще мне рассказали, что клоуны не щелкают семечки. Это плохая примета. Так и говорят. Не грози семечки, повыщелкиваешь всех зрителей. Ну, после сегодняшнего дня я, наверное, и своего кота чему-нибудь научу тапочки приносить. Даник, а как же твоя аллергия? А я, Женя Олеговна... Я так и знала. Дорогие зрители, у нас на сегодня все. Увидимся через неделю. До встречи. Спасибо цирку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!